приветствую тебя мой друг ты на канале генераля меня зовут виталя и это the tales of bayun сказки баюна и мы начинаем перепрохождение перепрохождение первой истории первой сказки под названием какова цена свободы но на этот раз мы будем играть за алкоголика хулигана тунеядца ждана это будет мой друг просто искрометнейшая прохождение суды по всему очень веселая так что устраивайся поудобнее отправляемся в гости к этой сказке я читать все то не буду что мы уже читали мой друг а если ты впервые на канале то обратись пожалуйста к первым сериям а ссылка на плейлист есть в описании под видео и в подсказке к видео вот здесь верхнем правом углу перейди знакомься с первыми серия потому что иначе не будет понятно что здесь вообще происходит я буду мой друг зачитывать только то что у нас будет меняться а то что мы будем сами менять те новые реплики которые у нас будут появляться а иначе просто мой друг если я буду все читать это снова растянется на шесть серий а это слишком много и абсолютно ни к чему вы заскучаете я заскучаю все заскучают поэтому мой друг у нас будет не скучное прохождение очень веселое разумеется а первый выбор делаем в пользу себя конечно же забираем все себе потому что потому что я плохой даже не то слово я не плохой я просто отвратительный мерзкий ждан эгоист в этом все себе все себе разумеется берем спасибо я спрячу съем как совсем ноги отнимутся как ты учила ты молодец все правильно делаешь я еще потерплю так дальше мы это все читали разумеется убиваем змейку не буду я резать себе руку еще чего буду я свою кровь тратить зачем-то нет убьем убьем змеюку вот с таким решительным и злобным взглядом будем ее убивать собственно как и всех потом на протяжении нашего жизненного пути также с таким же взглядом с таким же суровым лицом будем их будем их бить убивать смотри гадюка ползет а ну-ка такая красивая да нет полосок обычный времени мало ранить то его чем ай вот так ногой нафиг растоптал готова да руки ты марать точно не боишься далеко пойдешь очень далеко пойду а может мы ее это съедим может быть ладно помолчи минутку надо заговор сказать хозяйка меды горы спрашивает хочу ли я подарок от нее задаром конечно же хочу да разумеется дай 2 дай 2 подарка нам нечего дать а ты вроде это волшебная вот я и подумал да что ты знаешь поговорку кто не работает тот не ест я не знаю это не про меня поговорка чтобы живот набить надо сперва потрудиться верно я говорю я буду работать все буду делать чтобы прокормить семью это вас было уже а клятву никакую давать мы не будем еще чего вздумалась и струха же 5 клятву давал какую-то конечно отказываемся не пойду я никуда я нужен маме с папой и с ними останусь дурачок ну что ж это за жизнь то работа не ждет идешь со мной девчушка или нет иду дай братца обнять будь храбрым ну что ж мы друг пока как-то никаких изменений у нас нет да реплики немножко меняются глоссарий появился у нас опять снова основа наши параметры появились мы друг которые разумеется в этот раз мы будем качать только в силу ну если только какие-то мерзкие варианты будут в пользу хитрости но по-моему таких там нет все силовые черт кажется кто-то вчера неплохо погулял да я еще погуляю код дайте мне возможность открой тебя князь ищет да пошел ты моя голова сейчас надо ли умыться или еще хлебнуть конечно хлебнуть я уже давно сюда мышкой 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 вожу конечно бутылку водки берем ой ты слышишь этот звук полилась родимая водка тоже вода заходи прокал а получен достижение почему бы нет да почему бы нет почему не начать день с бутылки водки ого а не раново то закладывать начал я не знаю сколько времени ждан что ты вообще знаешь достала меня все вся эта грязь давай так расскажу тебе историю а ты мне скажи как бы поступил идет засунь свои истории а представь себе ночь ты заходишь в дом немного поддатым а там незнакомец а первым делом что сделаешь дам в морду опыт научил меня в неизвестной ситуации лучший первый ход это дать по рогам не сомневался в тебе и вот пока почтенный муж собирается с мыслями а ты видишь на столе мешочек и набит он не галькой гляди я прям какой этот откуда у меня откуда у него мешочек золота правильно а князь сказал сдавать все золото но а говорит не отдам а дальше что заберу не люблю слова нет чё он сверкает златом казне сейчас нужнее ну ну каждую монету в казну ясно последний вопрос ждан а помнишь в начале я говорил что ты зашел в дом а что если так вышло что этот дом ты и не твой а купеческий например демьяна перепутать то легко правильно говорю особенно если давеча выпил плевать а мне-то что я государев муж плюнуть и растереть еще с торгашами лясы точить буду не в твой огород камень хотя дружище мне нужно объяснять что это история не выдумка а быль которая случилась с тобой вчера да пофигу мне на это пошли к князю а точнее нет не князю мы пойдем разумеется мы сейчас отправимся мы друг разумеется в первую очередь пытать бусурманина конечно в темницу пойдем плевать мне на князя я хочу уже душонку свое отвести с утра с буду на вот выпил пока пока под шафе я пойду заниматься любимыми своими делами пойду бить кому-нибудь морду пойду истязать пленного бусурманина буду этом с князем там потом подождет обойдется этот князь пошли в темницу пошли пытать сразу сходу бить морды да мы такие давай прокл быстрее уже там вот и наш красавец кто он судя по одежде непросток вряд ли обычные воины ордынцев так выряжаются а я почем знаю только и повторяет ждан великоград дружок твой что ли конечно же огрызнутся конечно же следи за языком я с ордой дружку не вожу да тише ты шутка я это знаю что кроме меня у тебя друзей нет интересно почему же да потому что он со мной дружит только для того чтобы предать меня сволочь изыди ну хорош я понял ты суровый спать надо ночью да уж ты видел раньше ордынца нет только слышал но ироградцы все чаще их ловят этот пришел к воротам саблю воткнул в землю и давай ждан великоград ну ты знаешь в плен сам сдался даже бороться не стал когда его взяли никакого колдовства не выкинул в общем а ты у него выведай зачем пожаловал запугай или обхитри ну учить тебя не буду и на том спасибо а ладно не буду тебе мешать увидимся а вообще диалог не так начинается здесь чем если мы придем после князя значит и у князя наверно будет по-другому диалог начинаться что ж ордынец тебя оставили один на один со мной смотрю над тобой уже поработали чего хотел от меня о смотри-ка я на этот раз добавилась запись в глоссаре про ордынца да вот как ее получить нужно нужно сначала идти сюда подземелье а не князю пленный ордынец этот бесстрашный воин пришел к воротам великограда воткнул в землю свою саблю и внезапно начал требовать разговора с княжьим слугой жданом был схвачен городской сражей и зачен в темницу не сопротивлялся никто не видел откуда он взялся впрочем как никто и не смог объяснить как вообще ордынец очутился в стольном граде да не извините цепями сейчас подождите а второй глаз подобью ты ж говорить можешь было бы совсем тупо сюда прислать немого ну что мне с тобой делать пригрозить конечно будем грозить ему эй стража а с собачками нашими он уже общался они бы бусурманской колбаски погрызли собака грязь не надо собак сукин сын так значит по нашему можешь это хорошо ты ждан нет я князь царь градский сказано же тебе я ждан докажи да как грамоту тебе показать что ли аль сплясать расскажи про пещеру знаю чем заехать по роже конечно закрой пасть разозрился хорошо мне сказали что ждан злой да это я я самый злой человек вообще на стороне ты давай не прибирайся со мной откуда про пещеру знаешь послушал аль сказал кто не послушал увидел в пламени как это если умеешь смотреть огнебог покажет прошлое и будущее видел твое будущее там ты правишь там ты не холоп ух ты нифига себе вот это мне нравится поворот вы друг мы править будем будет правитель абсолютно кровавейший я переплюнул в своей кровавости и жестокости болеслава и меня да меня просто просто на трон вознесут от страха все окружающие а кстати может так и сложу сложится еще а мой друг мне нравится такое начало уже за ждана то мерзкого паршивого злобного будем угрожать нафиг мне плевать мне на твое будущее угрожать тебе буду тех кто меня так называет то есть холопом землю долго не топчут мне твои бусурманские сказки побоку смерти не боюсь не старайся не знаю с какой дыры ты приехал но просвещу тебя я служу князю великограда по своей воле твой князь пыль под копытами наш коней я тебе предлагаю быть в седле вас возглавить я согласен давайте мне коня поехали в орду конечно же приставим кинжал следи за своими словами змея я резал языки и заменьше мой друг мы уже накачали 7 лихости так мы только бусурманина пытаем это мы в конце его убьем скорее всего ты меня слышал ты думаешь князь сдастся испугается сразу говорю он кто угодно но не трус он только меня будет под конец история думаю бояться больше никого я пришел сказать обещанному что мы идем скоро и ты отправишься в путь когда время придет открой нам проход обещанному погоди какой проход я все сказал вас ждет выбор смерть от огня и железа или вместе с нами пойти дальше на великий запад до самого моря мы великий народ хан прислал меня на смерть и я принял это потому что на мое место встанут трое вы можете быть как мы я хочу быть как вы я хочу вообще волха нам вашим стать можно мой путь завершён огнебог дарует новый и ты знай что можешь выбрать я выбираю огнебога вашего давай в путь покажи мне укажи путь куда чё как как начать резать всех геноцидить вокруг выбор есть всегда это я давно знаю а спустить собак конечно же уйти обмануть не спускаем собак травим его собаками тебе повезло ты первая и последняя ордынская рожа которая увидела великоград хоть и из темницы пока я не ушел правду говорят что вы собак жрете и неправда мы не звери если вы на нашей стороне а у нас собаки ордынцев жрут и это правда да ну вот черт а я на псарне ты уже рассказал и собачки наши разозлились я бы объяснил да они не шибко умные уже рычат слюна течет ну ты сейчас сам увидишь бывай жестоко хану бы ты понравился увидимся ждан конечно понрав да и вообще в вашем ханом бы стал просто такой жестокости пойти в палатах я за только это я хочу кровавое зрелище давайте собаки прям давайте вгрызайтесь него не пойду пока не увижу не пойду пока не увижу это так а мы не открыли ничего да к черта надо было значит хитрить там как-то вероятно да не открыли ничего и достижением какой не дали за то что мы ордынца затравили собаками так это мы знаем так а вот реплики у князя такие же будут ну да то же самое все а нет не то же самое ну и вонят тебя ты что любимый свой самогон из навоза пил нет обычный великоградский все правильно говоришь мне доложили ты с ордынским отбросом говорил я бы и сам да понимаешь не по чину говорил князь и говорил и собачка моих покормил чурлик ты конечно низкой пробы но иной раз позабавишь старика и что же мы имеем мой верный смердящий пес накормил псов приезжей псиной а верно говорю знал что ты оценишь государь а кто ж тебя подонка еще оценит сукин сын ты ждан но зато мой князь доволен про мной он по-своему тебя любит страшной любовью нормально все мы с князем кореша так следующий раз подумай может повертеться появлеть немного выжать чего из пленного честь сторонять тебя некуда даже князь подсказывает что следующий раз не нужно прям жестоко прям жестоко жестоко нужно и там схитрить там в моменте наверное когда там есть подыгрывать что-то такое типа выведать выведать там есть вариант выведать предпоследний по моему вот надо там наверное поменять немножко свое поведение, линию поведения. Зато мы восемь лихостей уже накачали. Подумаю, господин. А что узнал-то? Кроме того, какой басурманин на вкус. Попробовал бы, признайся, а? Что еще там твой ордынец сказал, кроме «Не убивай! Молю не надо!» Ничего особенного, государь. Ты за меня решать будешь, особенный или нет. Зарублю, скотина! А ну говори! Сказать прямо, сказать обтекаемо, конечно, прямо будем говорить. Я прямой, как мой кулак. Сразу в морду. Так и язык мой тоже прямой. Сразу что на духу, то и на языке. Сказал сдаваться он и примкнуть к нему. Еще сказал, что ты, князь, пыль под копытами хана. Ой, а это зря, наверное. Я никогда никому не кланялся. Никогда утоплю в крови всех вас тварей. И ты? Ты заодно с ними? Да? Отравить меня задумал, чернь! А храбриться будем? Князь, если меня в чем подозреваешь, руби голову прямо сейчас! Точно так отрубит тебе. Не дрогну! Лучше сдохну, чем к тебе в немилость. Ладно, не трясись! Это я для страстки, чтобы не забывались вы, черти! А ты ж дан мне люб! О, нормально все. Как сейчас вспомню, оборванцем тебя подобрал в подворотне, долг твой выкупил, отмыл, все дал! Ну, смотри-ка, нифига себе, мы историю начинаем открывать, открывать этого самого, где он-то, подожди-ка, как его зовут-то? Горя, Горя, Болеслав, Горислав, да. Будет он и Гориславом мне, и Болеславом. Смотри, по-другому начали проходить. И вообще, у князя аудиенция, кроме самой первой реплики, вообще все по-другому, просто по-другому, очень круто, слушай, у нас сюжет начинает меняться немножко по-другому, ну, надеюсь. Болеслав гневлив, но бывает и милостив, взять хотя бы Ждана, с чего вдруг князю понадобился тощий, испуганный сирота, пришедший в Великоград неизвестно откуда. Но Болеслав знал, что возвысит он вчерашнего бродяжку, тот по гроб жизни потом ему будет благодарен. И все же, на всякий случай, на пареньке неподъемный долг повесил, слуг надо бы надержать в черном теле. Согласен с тобой, князь, я бы на твоем месте точно так же поступил бы. А еще бы иссек бы холопа розгами каждый день. Потому что знаю, что любое дерьмо для меня сожрешь. Второй такой горячей головы у меня нет. Князь, позволь просить тебя. А я все ждал. Когда что выпрашивать начнешь? Ну? Я тебе служу верой и правдой. Уже сам не помню сколько. Все для тебя делаю. Резать так резать. Подставить кого? Так мне расплюнуть. Только жизнь мне такая не мила, государь. Как не мила? Ждан, одумайся, охрененная жизнь. Хочу и дальше служить. Только из холопцев себя выкупить. А, нет, все правильно. Для того, чтобы мне больше власти было, чтобы я больше, не знаю, бошки проламывал всем вообще, просто, просто всем вокруг. Чтобы мне больше силы было. Да, все правильно. И выше пойти. Ничего себе разговоры. Выше. Ты. Хоть стой, хоть падай. Ну, положим. И куда мечешь? Кем себя видишь? Конечно, лихим дружинником. Хочу не в ночи рыскать, а с твоим воинством биться бок о бок с врагами нашими. Свирепия меня в бою нет. Ждан дружинник. Да уж. Ну, а что? А может и так. Да только есть проблема. Напомню тебе. Ты есть холоп. Хоть я тебе выкупил, а все равно. Что с долгом твоим скажешь делать? Выплатить, конечно. Все выплачу. Чтоб мне бык яйца растоптал. Мне подачек не надо. Ишь ты, землю роет, каков. Только где ж ты возьмешь столько? Купца зарежешь? Зарежусь надо. Боярин ли, дружинник ли, это дело большое. Кроме долга, надо бы тебе перестать ночами купцов пугать. Да как скажешь. Я а ты думал, люди жалуются. Ну ничего себе, морду твою в ночи у себя дома увидеть. Який слуга государев. Здоровый лоб, а жены нет. Правильно, нужна жена, я буду сечь ее. Это что еще такое? Разбойник, да и только падаль. озадачил меня, но я не зря на этом троне сижу. Есть одно дело. Про то, что Орда близится, я и без тебя знаю, чернь. У государя везде уши. Надо армию собирать, дружины нет, обьешься. А война это золото. И Камнеград мне очень не кстати перестал присылать золотишко. После того, как там князек старый дуба дал. А наследник? Нету. Зато есть мастера, которые там собрали вечи. Не хотят говорят нового князя, сами будут править. Смута не кстати. А рассказывай мне. Поэтому мне нужно, чтобы проблема решилась. Быстро и чисто. Понял о чем я? Конечно же раздавим мятеж. Давить этих гадов надо в зародыше, пока корни не пустили без жалости. Ты смотри, 14 лихостей уже накачали. Ну давай, что игра зависла ты. Что дальше? Ой, реплику промотал какую-то. Блин, игра, ты мне так не подставляй. Реплику какую-то мой друг прокатал, промотал. А если выйти в меню далеко там это? Или опять игру сломаю? сломал. Сейчас увидим. Если что, переиграю заново. Впервые, что ли, да, игру сломал. Ноль показаний наших параметров. Раздавим мятеж. Так, ну давай играю на этот раз. Показывай реплику, я ничего нажимать не буду. Блин, она с такой задержкой появляется, это следующая реплика князя, что думаешь, куда нажать надо или как? Не горячись, изрубить всех тоже не выход, они наши, хоть я их и не понимаю. В дорогу возьми это. Все, князь, могу идти? Теперь слушай, привези мне золото, полную телегу, так, мы это знаем. Золото, полную телегу, так, прокла, прокла, зачем мы прокла возьмем? Потому что, потому что, потому что он мой друг, это какие-то умные варианты, он хитрый, мы в прошлый раз выбирали, потому что сами были хитрыми, он в деньгах соображает, это умный скорее всего вариант, а он мой друг, это глупый вариант, прямолинейный, мы очень прямолинейные, может мне лихости за это дадут, он мой друг, хотя он на самом деле предатель, ну, выберем это, он мой друг, и спину всегда прикроет, а дело большое, прошу, князь, бери, а теперь прочь, в следующий раз увижу тебя с грузом злата, или мертвецом, а пойти в темницу не можем, потому что мы уже допросили, да, поэтому идем сразу в покои Ждана, на этот раз хоть у нас карты не было, да, а это я так понимаю, потому что мы сразу пошли в темницу, ну, либо потому что мы запытали пленного бусурманина на полную катушку, так, это он мне сочувствовал за за мою за мое плохое детство, это ему печи напомнил Ждану, что там прятался, как он на печи от отца пьяного, это ему посочувствовал, а что мы сделаем в ответ, мы напомним о происхождении, я не знаю, к чьем происхождении, моем его, да, что ты понимаешь, сам-то в зажиточной семье рос, а, понятно, что ж ты за человек-то такой, к тебе по-людски, а ты все ощечиниваешься, ну, нельзя ж так, как нельзя, можно так, вон, что-то открылось, смотри-ка, ну, значит, наверное, про него и открылось, у нас там оставалось, что-то не открыто, да, смотри, во, надо еще это, ему нафиг почаще посылать, и будет открываться еще факты всякие, о проклее, да и о других, его не открыли в прошлый раз, прокл рос в одной из самых зажиточных купеческих семей Великограда в тепле и заботе, богатые родители обеспечили проклу вхожесть в княжеские круги и последующую службу государю, так, что там еще, прогул у вепря есть что-то, да, отвечим резко, слышь, сказитель, напомню, что вепря-то я завалил в неравном бою, за что мне князь, и даровал эту голову, а вот ты на перу потом веприво мясо так жадно жрал, что весь обляпался и сам на лесную свинью стал похож, открыли что-нибудь? Нет, не открыли, пустая бутылка, а что она пустая, дайте полную мне, так, тут тоже что-то будет там, по-моему, ну уже, собственно, его послал, так, грозим, грозим, конечно же, вот я тебе сейчас так в морду двину, что на твою сеньку ни одна шапка больше никогда не налезет, понял, не дурак, может, вместе попробуем кафтан отстирать, я одно средство знаю, а смотри, как подлизывается, смотри, как подлизывается та мразь, а, предатель, гнида, мой друг, даже при повторном прохождении, можно, так сказать, с особым чувством можно выбирать плохие варианты в отношении Прокла, оскорблять его, да, потому что мы-то знаем правду, мы-то знаем правду о тебе, сволочь, тварь, да, поэтому даже логично его оскорблять при повторном прохождении, так, а что-то у него там еще можно, ничего, ничего, развилки никакой нет, так, нового ничего не открыли, что ж, отправляемся в путь, да, собираемся в Камниград, сейчас, захвачу самое важное, так, а вот оно, непочатая бутыль, конечно же, дорогущее пойло, видать, какое пойло, ты повежливей давай, бутыль, как пол хаты стоит, берег, для особого случая, да, чтобы выжрать по дороге ее, взять, конечно же, непочатая бутыль, чистейшая водка, привезена из далеких земель купцами, стоит, как пол хаты, не соврал, Ждан действительно стоит, как пол хаты, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, непочатая, нетронутая, ждала своего часа, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, верно расставить приоритеты, залог успеха во всех начинаниях, ты знаешь, ты больная, теперь все, в Камнеград, и без телеги груженной зла, там сюда не вернемся, понял меня, тварь, это я тебя добавлю, так, без нее нам и пути назад нет особенно, тебе уж точно, интересно, бутыль он этого непочатую по дороге выпьет, или на будущее оставит, узнаем, мой друг, может вообще он ее будет возить с собой, всю дорогу, так и не притронется к ней, есть она у нас там, есть, вот она, вот моя дорогая, любовь моя, князь говорит, мол, почему ты не женишься, почему тебе жены нет, у меня есть, моя непочатая бутыль, она мне все заменяет, в прошлый раз мы выбирали мало людей, в принципе, за Ждана негодника, можно любой вариант из этих выбирать, давай на этот раз по этому, про чистоту спросим, потому что Ждана, эта чистота напрягает, а где он, когда она жрется, будет валяться-то, а, должны быть не чистоты какие-то, в которых он будет валяться, как свинья, пьяный, а тут слишком чисто, как-то, как-то, как-то непривычно для Ждана, в Великограде, иной раз от зла-то ослепнешь, но в дом зайдешь, на каждом сапоге по пуду дерьма, а тут хоть и бедно, но улицы метут исправно, да, ко мне градцы хозяйственные, и очень этим гордятся, больше-то поди нечем, но ничего, главное, чтоб нос не задирали, ладно, давай к делу, подозреваю, ты за известиями не следишь, как нет, конечно, слежу, слежу, слежу я, но мне просто плевать на твои известия, поэтому я его пошлю куда подальше, слежу, ах ты пес, правильно, думаешь, только ты нос по ветру держишь, да от меня втайне, даже муха не родит, раз так, давай послушаем, с чего начнешь, с Данилы мастера, хозяйки, али отношений с Великоградом, в смысле, он от меня будет слушать, да не буду я тебе нахрен ты пошел ничего рассказывать, все, нет у меня времени разбираться, давай к делу, кстати, возможно, что-то он бы и сказал бы нам, блин, кстати, а он может быть что-то сказал бы, если бы я попробовал бы, да нет, по-любому нет, это Проклон бы мне рассказывал бы, наверное, да и все, или подожди, или я бы рассказывал, да нет, откуда я знаю, как игрок, откуда я что могу знать, хотя, что-то как же ты раз игра сохраняется, когда я тут выбираю, хотя, подожди-ка, нет, давай-ка я проверю, мой друг, давай-ка я это проверю, ну что ж, сейчас узнаем, что наш Ждан ведает о всех этих новостях, а, да, смотри-ка, действительно, реплики другие, это теперь Ждан Проклон рассказывает то, что он знает, а он же ничего не знает, давай посмотрим, да, не зря переигрывал, мой друг, значит, гляди, Данила, имя такое, где-то я его слышал, чего-то такого, я и ожидал, даю наводку, Данила, мастер, это что значит? Что в чем-то он, значит, преуспел, явно не в служении князю, эх, Камнеград славен мастерами, а не главные по какому-то ремеслу, самые уважаемые люди города, а Данила из них самый главный, да, он еще не стар, но его все чтят, как самого деловитого, прошел слух, что после кончины князя Камнеградского теперь за главного он, погоди, ты что мне толкуешь, что тут незнатный человек может городом править? Да, говорю же, у них тут иначе, но не советую упоминать об этом при князе Булеславе, да уж, и впрямь интересный народ, а, уж про эту я кое-что знаю, сам видел, и что расскажешь? Ладная такая баба, строгая, зеленый цвет любит, это все? Понятно, хозяйка Медной горы, покровительница Рудокопова мастеров, в общем, любит, когда человек работает, особенно, если на нее, я в курсе твоей истории, Ждан, но здесь лучше помалковай в Камнеграде, она в большом почете, Великоград, да какие отношения, Великоград столица, ежели рыпаются, давить их надо, все не так просто, мой речевый друг, известно ли тебе, что Камнеград отвечает за большинство ресурсов, люд тут своеобразный, но кто будет киркой махать, если не они, ты что ли? работа от слова раб, не уверен, ну ладно, все, заканчиваю разговоры, все, нет у меня времени разбираться, давай к делу, к делу, так к делу, здравствуй, Данила мастер, начинай, а я продолжу, Прокл, дай взрослые поговорят, сию секунду, потребовать золото, вижу ты человек прямой, спрошу единожды, где наше золото, ваше то, карманы не проверял, строишь из себя серьезного мужа, а сам острить взялся, чуть до дела дошло, может я с тобой посмеюсь под пиво, только вопрос со златом надо решить, сейчас же, зла-то говоришь, а ты кто такой будешь, чтобы я с тобой это обсуждал, посланник князя Великоградского Болеслава, слышал о таком, а я почем знаю, посланник или хрен с горы, Ждян, покажи ему грамоту, да нафиг, на пролом, ты задом не виляй, мастер, золото отправил, нет, и что, думал, никто не придет от князя, чего тебе мои грамоты, ты же знаешь, что должен, и тебе сказано ясно, отдавай, что мне твои грамоты, это уж мне решать, положи на стол, прочту, как, если будет время, все равно, отдали ему грамоту, ну, положим, ты от Болеслава, дальше что, угрожать тебе буду, ты меня начинаешь злить, знаешь, почему князь меня посылал, охренеть, 18 ликости уже, а ну, поведай, потому что я всегда получаю свое, если кто непонятливый не дает, я захожу уже без стука и сам беру, а я все ждал, когда перейдешь к делу, эй, Добромил, а богатырь его слушается, ой-ой, не так что, Данила, да вон, пару тунеядцев с запада говорят, мы им золото должны, представляешь, мы им должны, это за что, а? А я знаю, просвети, чужак, потому что Великоград сила, поэтому и должны, просвещу с удовольствием, вижу, Данила, ты не слабак, мог бы и не звать здоровяка, а вот только Великоград первый среди городов страны не просто так, у нас самый острый меч, самый хитрый ум, это не про меня, и самый здоровенный хрен, а вот точно про меня, размером с твоего мальчика на побегушках, когда Великоград идет, он волочится по земле и сметает все на своем пути, я представил картину, как вы тут живете и власть делите, меня сейчас не волнует, мне нужно, чтобы ты дал мне золото, которое должен моему князю, мой друг говорит грубо, но он прав, ты, Данила, показал силу, а толку, другой раз вместо нас будет говорить рать, тебе оно надо, когда орда собирается смести нас всех, а, я уж заслушался твоими речами, думаю, спаси хозяйка, неужто первый дельный великоградец, мои люди работают с тех пор, как научатся ходить, руки в кровь стирают, задыхаются в пыли, а ваши хотят, чтобы мы делились, на благое дело и не грех поделиться, мы-то не жадные, не то, что ваши жирные вельможи, но никакой орды тут нет, Данила, позволь, ордынцы в последние месяцы шастают, по двое, по трое, это мне раз с ногой топнуть, значит, орда тут все-таки есть, ответь мне, Данила, ты уверен, что если появились двое-трое, то их скоро не станет две-три тысячи, готов на это поставить жизни камнеградцев, или перестанешь выкабениваться и зашлешь нам злато для войск, что это за воин, который за злато пойдет сражаться, да и не видели тут ваших ратников сроду, а обещать помощь, упирать на договор, нет, будем обещать помощь, даю тебе слово, Данила, что приду сюда лично с воинством, если у вас тут ордынцы окажутся, 19 лихости уже, двадцатку накачали просто в начале, мой друг, а мы хитрость, когда качали, мы накачали двадцатку к концу игры, а здесь мы в начале уже двадцатку лихости накачали, вот это да, сколько мы накачаем, полтинник, что ли, к концу, вернее, когда, все еще не верю, я ни в ордынцев, ни в цареградцев, ни в псоглавцев у нас в Камнеграде, но твое слово запомнил, надеюсь, ты на ветер их не бросаешь, вот мы и подобрались к главному, как же мы можем получить наше золото, моё ж глаза блестят, когда про злато заговорил, ой, котик, ты не представляешь, как глаза заблестят, когда я про водку заговорю, знаешь, что покойный князь под старость лет казну почти пустой оставил, зато Болеславу уплатил исправно, так это мы все знаем, сейчас ворона приведет, давай уж ворон, говори, что, а, кто это, так, это нам неинтересно, это мы видели уже, он предлагает, чтобы ворон с нами отправился, и мы с вороном отправились в эти, в кельцы, ну я не соглашусь, так не пойдет, чё, я захочу золото, прям сейчас, здесь и сразу, давай, я что тебе, мальчик, ты хозяин на земле или кто, не можешь золото со своего рудника собрать, а вздумал править княжеством, высунь голову из задницы и работай, трудовой народ, пришел к нам в дом без спроса, угрожает, требует золота, не все так однозначно, сударь, не с тобой разговариваю, Добромил, будь добр, покажи гостям где выход и передай, что им здесь больше не рады, а эту, что не дашь там украшение цемня, с радостью, Данила, получил достижение пинок под зад, все-таки разозлил я Данилу мастера, ну что, мой друг, хорошо, мне нравится, хороший почин, да, видать, разгневал ты, Данилу, но я вашей помощью не побрезгую, поднимайся, великоградец, пойдем, я вам дорогу на кельце покажу и чем смогу помогу, все одно лучше, чем в мешке каменном сидеть, да, видать, выбора у нас другого нет, что ж, мой друг, дальше нам предстоит добраться до кельцев, ой, ой, а там же ждет пирушка нас, нас же ждет там свадьба, а там столько выпивки за столом, там с каждым можно бухнуть, ой, сейчас, ой, сейчас, Ждан, душ, ты отведет свою душеньку, а, ой, отведет, мой друг, ставь лайк, если понравилась данная серия, ставь лайк, впрочем, если что-то не понравилось, подписывайся, чтобы непростительную серию узнать, как он у нас там на пирушке-то пройдет со Жданом, нашим алкашом, ну или отписывайся, если это ему не интересно, разумеется, ты вон поступай, так как считаешь нужным, до встречи в следующей серии, пока, мой друг, напиши в комментариях, как тебе, как тебе наш новый Ждан, прикольный ли он? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова